В этой лекции мы сделаем огромный скачок по части того, как вообще программировать. Мы перейдем к одной из основ программирования, а это именно классы и объекты. Вы найдете классы и объекты только в том, что мы называем объектно-ориентированным программированием. Это в сути программирование направленное на объекты, что в принципе логично. И когда я говорю ориентированное на объекты, это никак не связано с игровыми объектами. Когда я учился как программировать, я думал, что под объектами как раз понимались игровые объекты, любые объекты в сцене, но это не так. Мы обозначим, что точно значит объект и что такое класс. Прежде всего посмотрим. Тут у нас пример, который я для вас нарисовал. Скажем, у меня есть какая-то форма или анкетка. Это обычная анкета. Может быть у вас в УЗИ такие есть или на работе. Может быть такие вам иногда приходилось заполнить для исследования или что-то такое. Неважно в общем где это, вам часто надо заполнить такие анкетки в бумажном или цифровом виде. И это самое главное. Тут у нас есть такая форма. Мы не уточняем для чего она. Тут просто есть поля, где мы можем указывать информацию о нас. И тут наша форма и пометка. Она говорит, сделайте копию формы перед тем, как ее заполнить. Если я здесь укажу свое имя, это будет некорректно, потому что меня... Просят сделать копию перед заполнением. Иными словами, эту форму мы называем мастер формой, которую мы также можем назвать шаблоном. В шаблоне вам не нужно ничего заполнять. Вы используете его как основу для заполнения прочих форм. Она не для заполнения. Вопрос первый. Можем ли мы заполнить что-то в мастер форме? Не, не можем. Надо сделать копию. Второй вопрос. Как сделать такую копию? Скажем, я сделал такую копию из нашего шаблона. Теперь у меня есть моя копия, и я могу указать там свои данные. Укажу имя, случайный ID или идентификационный номер. Возраст. Адрес не буду указывать. Город, ну пусть Ванкувер. Кажется, я не знаю, как писать Ванкувер. Возраст. Страна пофигу какая, пусть будет Канада. Это копия этой формы, и так как я ее сделал, заметка пропала, и мне можно ее заполнить. Об этом важно помнить. Вы не можете никак изменять шаблон, и не можете заполнять его. Нельзя это делать. Сначала нам надо создать копию формы, а уже затем что-то заполнять. Может быть, вы спросите, зачем я это все рассказываю, как это вообще касается программирования. Я придумал этот пример, потому что я хотел создать реальный пример того, что такое класс и что такое инстанс, или копия, или образец класса. Спрячу это дело. У меня есть это правило. Это то, что значит в реальной жизни, а что в программировании. Это мой личный пример, в интернете вы такое вряд ли найдете. Что я делаю, это просто сравниваю реальную жизнь и программирование. Форма в реальной жизни – это класс в программировании. Это шаблон с полями. Чтобы заполнить его, нам надо создать копию. Это называется в программировании инстансом класса, или как бы объектом класса, копией класса. Это эквивалент копии формы. У нас тут есть разные поля, которые мы можем заполнить. В программировании это переменные класса. Как мне создать копию этой формы или инстанс в C-Sharp? Это просто переменная. Скажем, у нас есть класс или форма, которая называется personInformation, или информация о человеке. Это название формы. Если вы хотите создать копию в C-Sharp, что вам, собственно, надо сделать? Сейчас это тип переменной. Или целое число, или дробное, или бул, или стринг. Но это просто тип. И как только я обозначу класс или форму, это тип. Я могу создать переменную этого типа. То есть, чтобы мне создать копию, мне надо сделать переменную. Для этого нам надо обозначить тип доступа. Например, public. Тип будет тот же, потому что я делаю копию personInformation. И теперь мне надо дать имя переменной. Скажем, P. И чтобы создать копию, мне надо сказать, что P равно new personInformation. И чтобы закончить это дело, мне надо открыть скобки и, собственно, поставить точку с запятой. Что эта строка означает, мы создаем копию формы, или instance-класса. И, скажем, это копия, которую я только что сделал. Это эквивалент P. Как только я создал копию, я могу открыть форму и заполнить информацию. Пи – это то же самое, что копия формы personInformation. И я надеюсь, что это вам понятно. Это то, как я это понял. И, на мой взгляд, это самый легкий способ объяснить, что вообще такое класс и что такое объекты класса. В общем и целом, у новичков большинство проблем бывает именно с объектами класса. Понять класс легко. У вас просто ряд атрибутов, которые можно заполнить. Но люди не всегда понимают, что... Чтобы заполнить эту информацию, им надо создать объекты класса, потому что это то же самое, что создать мастер форму, но вы не можете в ней ничего заполнить. Чтобы заполнить вашу информацию, вам надо создать копию формы, что равноценно созданию объекта класса, и я хочу, чтобы вы это поняли. Тут мы это и сделали. Мы создали копию под названием P, и это просто копия моей формы. Любая форма, которую вы создаете в C-Sharp, это любой класс в нем должен содержать уникальное имя. Так же, как и переменную внутри скрипта. С начала наших лекций мы создавали много форм, формы для переменных, функций. Каждый новый урок мы создавали какую-то новую форму, но нам не нужно было делать копии этой формы. Потому что, когда мы перетягивали наш скрипт на игровой объект, мы, по сути, и создавали копию класса. Потому что мы могли заполнять информацию в инспекторе игрового объекта. И так как мы могли это делать, это значит, что этот скрипт был не мастер формой, он уже был копией нашего шаблона. Я очень надеюсь, что вы понимаете, что я имею в виду. Любой скрипт в C-Sharp это просто форма или класс. Вы видели, что в начале каждого скрипта у нас стоит паблик класс, имя и так далее. Это наш шаблон. В следующей лекции мы перейдем к практическим примерам. Мы применим эту концепцию в C-Sharp. И очень важно, чтобы вы это поняли как можно подробнее. Если вы не поняли этого, пожалуйста, посмотрите лекцию еще раз, потому что это одна из основ объектно-ориентированного программирования. С этой лекцией все. Увидимся в следующем уроке. Продолжение следует...